Проиграли матч, в самом конце могли сделать 2-2, получилось 1-3. Результат нас очень расстроил, парни старались, но этого мало для того, чтобы хотя бы в ничью сыграть с «Зенитом». Мы прекрасно понимали силу соперника, но опять если смотреть, как матч складывался, мы имели достаточно шансов, чтобы не проиграть, потому что все моменты, которые создавал «Зенит», это, к сожалению, были моменты после наших невынужденных ошибок, и мы могли чуть-чуть более спокойно сыграть в этих эпизодах. Вот так, наверное. Коллеги, есть у вас еще вопросы? Вы еще не одного часа отдали? Да, конечно. Могли бы только представить, когда мы должны занять. Борис Кондоровский, газета «Спорт Орган» в Санкт-Петербург. Прежде всего, можно вас уточнить, а в какой момент вы имели в виду, когда могли сделать 2-2? А, хорошо. Вы не видели, да, в конце, когда Игорь Калинин практически с угла вратарской высшего рота ударил? Для вас не момент это? Это, как вы могли сделать 2-2? А вы не видели? Нет, я видел, но как удар был высшего рота. Конечно, давайте в спорте, мы наступали, давайте. Хорошо, хорошо. Я высказал свою точку зрения. Вы посмотрите, я считаю, что это момент убойный. Наверное, у игроков «Зенита» таких моментов не было, которые они сами такой чистый задали. Я думаю, что это 100% момент. Мы должны были его доводить до логического завершения. Спасибо. Быстрый пол, который вы забили спиной в начале игры, каким-то образом повлиял на игру «Паркла», учитывая, что у «Зенита» в первом тайме вообще действительно не было на игру «Паркла». Повлиял он, дал уверенности нам, но опять же здесь момент психологии. Мы старались играть агрессивно, но опять немножко начали скромничать. Старались сделать так, чтобы «Зенит» не смог очень быстро сравнять счет. Нам нужно было поострее, понаглее действовать в атаке, несмотря на то, что мы выигрывали 1-0. Поэтому, конечно, свою роль сыграло. Наверное, было бы лучше, если бы мы позже забили этот мяч. Ну, естественно, я рад, что мы забили все-таки. Расстроен то, что пропустили очень легкие мячи, на мой взгляд. Ребята старались, сражались, потому что первый мяч мы пропустили. Это индивидуальная ошибка, скажем так, небольшая, да, можно было мяч в другую сторону скинуть. Потом был обрез в центре поля и мы рикошетом. Легкий мяч был для вратаря, и рикошет привел к тому, что вратарь был бессильным в этом эпизоде. Калинин, еще вопрос. Дорог, Питер, спортивный, Санкт-Петербург, стол. Скажите, что все-таки такого, возможно, экстраординарного произошло в матче или после него, что потребовалось длительного совещания, как сказал у нас пресс-сташи, и вызвало какую-то поддержку вашей мячей. Нам было о чем поговорить, и я уже сказал, что я извинился за то, что мы задержались, о чем мы разговаривали, и это, естественно, наше внутреннее дело. Есть ли еще вопросы? А возможно, будут эти вопросы? После пресс-сташи, мы не пошли подобрать, конечно. Хотел бы сказать, со своей стороны, что мы сегодня чувствовали поддержку наших болельщиков, которые с нами постоянно есть. Да, такая фантастическая сегодня была атмосфера на стадионе, и нам было приятно здесь находиться. Единственное, что хотелось бы очков побольше в таких моих матчах. Это вам спасибо большое.